С начала мая синоптики объявили в Харьковской области высший пятый уровень пожароопасности. Жаркая погода плюс отсутствие дождей привели к тому, что в лесах сейчас подстилка может вспыхнуть от малейшей искры. Это пепелище вчерашнего пожароподвасящего. Лесничие вовремя заметили дым и успели погасить огонь, прежде чем он распространился почаще. Но и сегодня мастеру леса приходится дежурить на участке. То и дело в разных местах вновь занимается пламя. Сегодня ветер раздувает, разорвается. Вчера потушили. Подстилка толстая. Ну, пролили. Где-то кусочек не пролился. Ветер раздув теперь. Подсохло. Хвойные леса региона сейчас запретная территория. Вход туда кому-либо строго-настрого запрещен. В лесничествах перекрыли въезды в леса, установили предупреждающие знаки, перекопали участки противопожарными рвами. Мастера леса ежедневно обходят территории в поисках нарушителей запрета и выпроваживают из пожароопасной зоны. В основном сидят где-то в глибинце, которые стараются от очей, так сказать, сторонних где-то дальше зайти. Просим где-то переместиться ближе, там, чи до листяных лесов, чи где-то до речки, ну, людей. Ну, в основном так, спрацовывает, так бы сказать, профилактическое попереджение. В Васичевском лесничестве за праздники случилось 13 лесных пожаров. Все произошли благодаря человеку. Специалисты говорят, сейчас огонь может вспыхнуть из заброшенного окурка, непогашенного костра или сжигания травы. Дело в том, что вот на лесные массивы это все распространяется с загорания сухой травы. С 1 мая по 13 мая наши выезжали около 140 раз на тушение сухой травы. То есть, вот оно может переброситься и на лесные массивы, может перекинуться и на населенные пункты. Пожарные организовали вместе с лесничьими совместные патрули, подготовили спецтехнику высокой проходимости, в случае необходимости готовы задействовать авиацию. Чтобы предупредить, пожары обращаются ко всем любителям отдыха на природе, не заходить в хвойные леса. Хотя синоптики обещают в ближайшие дни дожди, уже в четверг в регион вернется пожароопасная погода. Андрей Кравченко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».